Девушки отдыхают Простите, где мне найти Лео Галанта? Отвали от меня нахрен! Простите, где мне найти Лео Галанта? Исчезни с глаз моих! Простите, где мне найти Лео Галанта? Сегодня твоя сына отвалить от кухни. Ваша смена. Всем работникам кухни на кухню. Ваша смена. Да, кишки ему хватает. Я тебя знаю. Ты тот итальяшка, который был с Барбарой в ювелирке. Из-за тебя я за решеткой подыхаю. Ты за решеткой, потому что у тебя мозгов нет. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Парни! Мама была права. Бог он есть! Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Это он послал тебя сюда, ублюдок, чтобы я тебе отплочил. А это любопытно. Небольшое пари. Продолжение следует... Разойдись! Слушали? Пошли вон! Брысь! Посиди и подумай над своим поведением. Вдруг поможет. Закрывай! У Нил меня чуть не прикончил, но я заявил о себе. И знаете, здесь это стоит куда больше, чем кажется на первый взгляд. Как долго вы будете его там держать? Пока они сделают выводы. Нет, это мы изменим. Он может драться? Да вроде. Ребята особо не усердствовали. Должен быть в форме. Ладно, открывайте. Проснись и пой, Скалета. К тебе, посетитель. Меня зовут Лео Галанта. Ты хотел со мной поговорить? Да. Один из ребят Клемента сказал найти вас. Сказал, вы мне поможете. К черту, Клемента. Я не собираюсь защищать его людей. Но я видел, как ты уделал этого, Онила. Ты неплох. Пошли со мной. Парни, внимание! Это Вито. Он будет нам помогать. У Пепе намечается важный бой с Анилом. Ему нужен с парень партнер. Судя по тому, что я видел во дворе, ты подойдешь. Ты поможешь нам, парень. А мы тебя будем защищать. И кто знает, может, ты чему-то научишься в процессе. Сказать нет, не вариант, правильно? Я не помню, что бы спрашивал. Ладно, ребята, поехали! Ладно, сегодня будем работать над контрударами. Вито, попробуй ударить Пепе. Сверни ему могучую челюсть. Пепе, уходи от удара, как я показывал. А потом выбери момент и сам нанеси удар. Давайте, парни, начинаем. Что, уже устал, сынок? Ну, так-то, Пепе. Малыш, неплохо. Ух ты! Только посмотрите. Эй! У нас тут спарринг или тренировка. Планы изменились, здоровяк. Малыш с огоньком. Так что теперь оба отрабатывайте контрудары. Это хороший прием в арсенале, а? Многие вообще не поймут, что случилось. Вот, например, Пепе. Хоть он и немногие. Хорошо, хорошо. Давай еще два. Так, еще раз, Вито. Это больно. Отлично. Быстро учишься, сынок. Ладно, ребята, на сегодня хватит. Молодцы. Так, насколько ты близок к Клименте, Вито? Если честно, никогда я его не видел. Всегда работал с Генри Томасино и Лукой Гурино. Ха, надо же. Этот глист Гурино еще дышит. Как ты с ними связан? Ну, мы пару раз на них работали, и... Лука сказал, что возьмет нас в семью за пять тысяч. Что? Вот же сука Альберто. Был подонком, подонком остался. А, так это как бы больше, чем обычно? Ага, на пять тысяч больше. Семью берут не за деньги, Вито, а за то, что ты надежен, хороший добытчик и вообще... Разбираешься в жизни. В любом случае, новости интересные. Когда это выплывет, Альберто и Луки придется давать объяснение. Кому? Боже. Не забивай голову. Об этом в другой раз. Давай, покажи еще разок. Эй, как дела? Как дела, Вито? Я с Эл. Отлично держался на ринге. Ага, вот так. Ага, спасибо. Кстати, не хочешь потренироваться? Не то, чтобы я был против, но делать мне нечего, грушей работать. Попроси Элла. Он кирпича просит. А, да, спасибо. Давай, покажи еще разок. Привет, как успехи? Я Вито. Да, я знаю. Я Эл. Рад знакомствовать. Ага, вот так. Как насчет спарринга? Угу, почему нет? Продолжай. Ладно, пошли. Только полегче со мной, а? Я же не профи, как вы с Пепе. Ладно, пошли еще разок. Ага, вот так. Я попробую. Давай, покажи еще разок. Давай, покажи еще разок. Ага, вот так. Хочешь продолжить? Продолжай. Ага, знаешь что, хватит пока. Ладно, как хочешь. Давай, покажи еще разок. Уинстон ставит два к одному против Пепе. Не будь Пепе мне другом, я б поддержал. Он не у просто животное. Продолжай. Давай, покажи еще разок. Смотри, куда прешь, Гуайло. Может, если б ты разул глаза, ты б видел, как я тут иду, придурок. Галанте. Подлый белый дьявол. И вам тоже здрасте, мистер Ву. Подлый? Ты поставил на своего, и он продул. Такие уж порядки в нашей стране. Тогда Ву хочет реванш. Я могу это устроить. Ты готов, Вито? Китаец, да. Выдайте ему стремянку и вперед. Ладно, Ву, будет тебе реванш. И чтобы в этот раз без этих ваших штучек. Китайцы, шустрые мелкие сволочи. Вначале не старайся его свалить. Не попадешь. Ладно. Что мне тогда делать? Бей быстро. Измотай его. Когда он ослабеет и уже не сможет уворачиваться, тогда добивай. Иди и покажи ему, что ты умеешь. Эй, а китайское печенье из китайоза этого выпало? Забей его до смерти, быстрее. Забей его до смерти. Вот так, бей его. Быстрее бей его. Вот так, бей его, бей. Ай-я, плохо он учился. Забей его до смерти, быстрее. Забей его до смерти. Вот так, бей его. Быстрее бей его. Вот так, бей его, бей. Ай-я, почему он не бит стиль тигра? Пошли, Скалета. Опоздаешь на работу. Эй, слушай, у Вита выходной. Спасибо мистеру Галанте. Ясно. Губу не раскатывай, Скалета. Ладно, пошли, Вито. Опять будем тренироваться? Что-то вроде. Увидишь. Доброе утро. Доброе утро, мистер Галанте. Не тренируемся? Нет, нет. Нам бросили вызов черномазы. Но я не хочу рисковать Пепе перед большим матчем с О'Нилом. Так что я хочу поручить это тебе. Практика не повредит. Слушай. Парень, с которым ты будешь драться, здоров как бык. Но туповат. Сердцем дерется, не головой. Выведи его из себя, и тогда вали его. Ладно, поехали. Не подведи меня. Смотри сюда. Я отведу эту белосперскую школу. Я его так отделаю, что родная мама не узнает. Ну что, каплеты, сдаете? Да, молодец, братан. Так их всех. Эй. Хали-ка только ложкой наворачивайте. Мы размажем вашу белую соплю. Ну же, Вито, ты можешь лучше. Ну, Вито, покажи козлам, где их место. Ну же, моя бабушка и та сильнее выпила. Да этот парень победит не раньше, чем братан-президентом станет. Давай, Вито, хватай его и добей. Сейчас, сынок, вырви его напрочь. Молодец, малыш, молодец. Твоя доля, Вито. Ты заработал. Шукер, синий идет. Что за шум, мать ваша? Это что, групповуха? Ладно, выходи, Скалета. Тебе пришли. Привет, Вито. Привет, Франи. Как дела? У меня хорошо. Очень хорошо, спасибо. И что нового? Я должна тебе кое-что сказать. Я выхожу замуж, Вито. О, Мадонна, здорово! То есть, ну, лучше бы он сначала у меня твоей руки попросил, но... Я за тебя рад. Вито, ты же в тюрьме. Посмотри на себя. Как ты дошел до такого? Так, судья мне уже прочитал мораль. Больше не надо. Давай... Давай не будем. Вито, я на самом деле... Из-за мамы. О чем ты? Что с ней? Она больна, Вито. Уже несколько недель болеет, и лучше не становится. Так, Франи. Иди к Джо. У него остались мои деньги. Найди самого лучшего врача. Остаток тоже возьми, подарок на свадьбу. Вито. Нет, нет, серьезно. Мне они не скоро понадобятся. Похоже, мне пора. Ты это, береги маму. Скажи, я люблю ее. Обязательно. Спасибо, Вито. Пока. Пошли, Эскалета. Сортиры сами не помоются. Сортиры сами не помоются. Ты у нас новая уборщица, да? За мной. Уже хватит, да? Хуже твоих забываний тут почти ничего и нет. Ну вот, и поживее, чтоб сверкали. А, ну заткнули все пасти, ну! Да ладно, ребята, я просто немного разбиваюсь. Ты еще раз пякнешь, Вито, я тебе так не стану. Слава не покажешься. Ну ладно, какое тут унылое без культуры. В чем дело? Драй давай. Хуже будет. Эй, а этот че грязный? Мой еще раз. Ладно, хватит. Теперь марш в душевую к остальному стаду. Ладно, скорее лета. Раздевайся и мой свое величество. Чего застряли, а? Шевелите булками. Слушай, Франки, у нас тут дельце небольшое. Ну, ты понял? Сходи, покури, что ли, а? Хе-хе-хе, ладно. Развлекайтесь, извращенцы. Ммм, какие шарамы, красавчик. Где ты их получил? Прости, сладкий. Ты очень ошибся дыркой. Можно по-хорошему или по-плохому. Выбирай. Есть идея по-лучшему. Долби своих петухов. Да и вообще, шел бы ты нахуй. Ясно. Значит, по-плохому. Шоу начинается. Потанцуем, сладкий мой. А то повторись, сладенький. Меня заводит. Быстрее, Джон. Времени мало. А все могло бы быть. Прощь. Дьявол, а парень-то боец, а? Давай, вали его. А-а-а-а-а. Все. Эй. Эй. Так, так, так. Это что еще такое? Где Фрэнк? Давай, парень, с песней. А, еще в почте пришло. Почитай. Вроде важное. Мама умерла, пока Франческа меня навещала. И вместо врача, и свадьбы, все мои сбережения ушли на похороны. Мистер Галланты хочет тебя видеть. Пошли со мной. Рад тебя видеть, сынок. Что стряслось? Ирландцы решили играть грязно. Вчера парочка из них подкараулила Пепе. Ни хрена себе парочка. Ладно, ладно. Но им это с рук не сойдет. Что делать будем? Пепе уже все продумал. Я тут кое с кем перетер. Короче, у Нил сейчас один в спортзале. Охрана вернется не скоро. Просто отделай его как следует. Сломай пару костей, как они мне сломали. Ясно? Да, ясно. Ладно, пошли. Не пуха, парень. Я тут подожду. Если охрана вернется, я дам знать. Ладно. Тогда вперед. Эй, Онил. У меня тут к тебе одно дельце. Вот ты-то мне и нужен. Иди сюда, Мэри. Иди сюда, Мэри. Еще сильнее. Умничать. Да меня мабуля колотила больнее. Это все? Не думаю. В этот раз я тебя прикончу. Боже, из чего ты сделан? Малышка, ну же, постарайся. Давай, Слизняк, еще раз. В этот раз я не буду. Иди сюда, Мэри. Заткни пасть. Всё обошлось. Никто не узнал, чья это работа. Лео устроил так, что меня перевели к нему в камеру. Скорее уж, номер люкс. С каждой минутой жизнь налаживалась. Да, Вито, что ты будешь делать, когда выберешься из этой дыры? Я не знаю. Одно скажу, точно не буду работать на Клемента. Да уж, лучше тебе забыть про этого старого ублюдка. Поверь мне, Альберто — большая паскуда. И того адвоката он нанял только за тем, чтобы ты его не слил. Но не бойся. Он своё получит. Брать в семью за деньги, как тебе предложили, — это не по правилам. Ему придётся дать объяснение. Кому? Я думал, Клемента, босс. Видимо, ты вообще не представляешь, как всё устроено. Видишь ли, в Эмпайр Бэй не одна семья. Их три. Каждая контролирует свою территорию. Существует система правил. И если возникают разногласия, то боссы всех семей встречаются, чтобы разобраться. Это комиссия. Круто, а мне что делать? У меня тоже проблемы. Нет-нет-нет, ничего подобного. Но ты молод, умён и доказал, что умеешь молчать. Такие парни всем нужны, ни одному Клементе. Да, но я даже не знаю, кто есть, кроме него. Кроме Клементе есть ещё два босса. Один Карло Фальконе. Второй Фрэнк Винчи. Карло молод и честолюбивый. Да псих он двинутый. Он из молодых. А вот Дон Винчи, человек чести, уважает старые законы. Вы их знаете? Можно и так сказать. Я канцельерий Фрэнка Винчи. А ты думал, любой старичок всё это может? Да, кстати, Вито, я выйду через пару месяцев. И тогда мы постараемся немного изменить твой приговор. Пепе, иди, попробуй. Девушки отдыхают. Что ты говорил насчёт работы? Не бойся, работы сейчас нам обоим с головой хватит. Подвезти? Нет, спасибо. Возьму машину. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 DimaTorzok.